Всем привет! Новое видео на канале. Давайте сегодня познакомимся с супер классным смартфоном, который мне прислал производитель, для того, чтобы я показал его вам. Давайте начинать. Поехали! Так, друзья, быстрая экспресс распаковка Vivo V23. Посмотрите, тут одна только коробка, что стоит? Посмотрите, это просто какой-то секис. Опа! Открываем, а тут у нас Vivo V23. Первый смартфон с фото монохромной крышкой, меняющей цвет от солнечных лучей. В комплекте документы, вместе, кстати, с чехлом. Чехольчик, документики, чехольчик. Чехольчик силиконовый. Здесь у нас вот такая дырн-дыр-дыр-дыр-дыр. На первое время, в принципе, сойдет. Дальше. В комплекте есть быстрая зарядочка, вот с такими характеристиками. Также у нас гарнитурка обычная и Type-C кабель. Убираем все обратно. Давайте смотреть на сам телефончик. Это очень классный телефон с хорошими техническими характеристиками. Смотрите, друзья, это, ну, короче, Vivo сделали iPhone 12 или 13, или как хотите. Рубленные грани, фотомонохромное, там туда-сюда стекло. Отличный процессор Dimensity от Mediatek 920. Классная камера 64 с автофокусом. Классная камера передняя, фронтальная. Собственно, 90 Гц дисплей. Адаптивная подсветка, в общем, в руках, на самом деле, держится и очищается, как iPhone 12. Я сейчас снимаю на 12 Pro. И, в принципе, тоже пальто, только в профиль. По техническим характеристикам сказал. 8128 у нас. Кстати, здесь вот так. 8128. Сейчас я сниму защитную вот эту транспортировочную пленочку. Включим, настроим, посмотрим. И сделаем пару-тройку снимков. Вот так вот телефон смотрится сзади. Действительно переливается. От освещения зависит. И, скорее всего, будет менять, как заявляет компания Vivo, менять свою расцветку задней крышечки, заднего стекла. Он шершавый, как у iPhone. Все по классике. Офигенно, матовое. Не оставляет вообще отпечатка пальцев. Соответственно, сейчас вот мы это дело все разблокируем. Разблокируйся. Все разблокировать. Это такие вот иконки. Надо все перенастраивать. Потому что, смотрите, одна иконка такая, другая такая. Мне надо больше, короче, слишком все четко и маленький размерчик. Давайте настроим сканер отпечатку пальцев. Он здесь, естественно, в экране. Удобно, что он в нижней части. Они вот здесь вот где-то. С одной стороны, дотягиваться не приходится. С другой стороны, давайте сейчас полностью отсканируем. Посмотрим. Что ж, я поигрался пару-тройку минут. Настроил тему. Была установка предыдущего, соответственно, человека, кто тестировал данный телефон в маленьких все иконочках. Это была применена тема. Сейчас посмотрите, увидите, как это все по умолчанию. Естественно, здесь преимущество цветов в золотистом оттенке. Вот так это все выглядит. Посмотрите, друзья. Офигеть. Ну, это, короче, действительно iPhone 12-13 от Vivo. Они просто сделали опа и разблокировали, да? Жесты, управление, все работает. 90 Гц дисплей. Сейчас пойду, выйду на улицу, потестирую камеру. Ну, не то, что даже потестирую, а просто под настрою и сделаю пару-тройку снимков и запись видео. Именно конкретно с этого сэмпла. Посмотрите, друзья. Вот так вот выглядит Vivo V23 5G. Кстати, 5G, да, поддерживается нам, конечно, до этого еще сейчас будет очень далеко. Пока что речь идет о том, что даже безлимитные тарифы операторы будут убирать. Поддержка, естественно, SIM-карт, Type-C. Разъемчики, я думаю, не стоит показывать, где и какие. Также рамка у нас глянцевая, металлическая, такая же марка, как на айфоне. Кнопка включения, кнопка регулировки громкости. Здесь у нас микрофон. Здесь у нас блок камер. Естественно, хорошая одна, 64 с автофокусом, точнее, со стабилизацией. Передняя камера на 50 мегапикселей тоже со стабилизацией. Отличный дисплей, Full HD+, сочный, яркий, контрастный. Рамки минимальные, даже можно сказать, наверное, в каком-то моменте такие же, как на айфоне. Единственное, вот, скорее всего, мы увидим через пару лет вот такую вот челочку на айфоне 14-15, когда там Apple сделает. Вот такие вот у нас углы обзора. Я считаю, что, ну, вот тут вот минус цена, 52 тысячи рублей. Но в нынешних реалиях, кстати, текущих курс, 86 или там 87 рублей за доллар, не суть. В текущих реалиях 52 тысячи рублей за, в принципе, практически флагманское железо. Отличные материалы сборки. Здесь мне еще компания Vivo прислала какие-то стекла. Я менеджер написал, спросил, что это, пока не могу понять, там дополнительные какие-то стеклышки для того, чтобы, скорее всего, накладывать эти стекла. Они с такими, ну, то есть это трафареты для того, чтобы изменить цвет крышки, конкретно, допустим, там, с изображениями Санкт-Петербурга или какого-то другого города. И здесь из-за действия солнца все это будет дело меняться. И, естественно, у вас будет крышка с разным рисунком. Сейчас она вот такая, на солнце выйдет, будет другая. В общем, что-то интересное, что-то новое. Ну, олеофобное покрытие, кстати, у телефона, ну, такое себе, оно есть. Надо наклеивать защитное стекло здесь. А, все понятно, у Vivo, как всегда, установлена защитная пленка. Сейчас я ее сниму и буду использовать экран с завода. Защитная пленочка так интересно вспомнила, что не сразу ее заметишь. Мне не нравится она, ну, она отвратительного качества, потому что она бесплатная и ставится на заводе. Такие дела. Да, пленочку снял. Вот теперь олеофобное покрытие чувствуется. Чувствуется на экране. Оно здесь есть, завода. Ну, смотрите, расцветка, конечно, просто бомбовая. И она будет менять свой цвет. Ну вот, друзья, смотрите, мы сейчас на солнце. Я вышел на улицу. Какого становится он цвета? Давайте подержим здесь палец. Закроем. Посмотрим. Но если покупать вот сейчас, летом просто будет топчик. Один из самых красивых телефонов у вас будет. Видите? И что происходит? Можно, в принципе, трафарет оставить на любой стиль. Видите? Это не грязь. Это реально изменение крышки. Но она прикольная. Ее хочется трогать. Этот телефон хочется трогать, брать в руки. Вот первые эмоции, они именно такие. Мне очень нравится. Кстати, забыл сказать. Операционная система. Что у нас здесь? ColorOS, скорее всего. 12-й Android. 8-128. Dimensity 920. Очень хорошие камеры. Сейчас сделаю пару-тройку снимков. И, естественно, вы их увидите или уже увидели. В общем, друзья. Изменяющая цвет крышка. Стиль айфона. Ну, круто. И это апрель 2022 года. Как-то так. Классно. Ну, посмотрите, да? Вообще шикарно. Здесь, здесь, здесь. Очень круто. Мне нравится. Это некий прикол, который действительно должен зайти. 52 тысячи. Еще раз все полезные ссылки в описании. Друзья, я снимаю видео по умолчанию. Не знаю, какие выстроены настройки. Скорее всего, это Full HD. Посмотрим. Rolling Shutter у нас какой. Итак, могу ли я во время видео делать вот так или так? Приближение я могу делать. Давайте по садим же человекам. Ну, наверное, 0,5. То есть, широкий угол во время съемочки. По крайней мере, в этом режиме я не могу делать. Фотографии могу. Так, все у нас с балансом белого. Есть ли у нас какие-то пересветы? Слушайте, все шикарно. Солнце там, наверху. Отлично пока что. Как у нас с фокусом? Все хорошо. Посмотрите, как отрабатывает у нас боке. Телефонная, если можно так отметить, да? Оп. Отлично. Фокус плавный. Резкий. Быстрый. Хорошо, да. Работает фокусировочка. Давайте неожиданно другую руку. Оп. Что у нас в фокусе? У нас в фокусе. В фокусе. Посмотрите, как хорошо, да? То есть, можно снимать хорошие видосики. Это очень-очень прикольно. Ну и, друзья, пару слов хочу сказать на камеру, фронтальную камеру V23 5G от компании Vivo. Друзья, вы подумаете, я хвалю этот телефон, потому что мне его прислали и так далее. Нет. Сейчас компании не работают с мелкими, как я, блогерами, не платят им деньги. Всего лишь навсего предоставляют возможность попользоваться, посмотреть, делать для себя выводы, рассказать своей аудитории. То есть, я, условно говоря, ну, как скажем так, на какой-то бесплатной основе, да? Только благодаря вашей поддержке, вашей подписке. Пишите слово Donald Duck, если досмотрите это видео до этого момента. Только благодаря вам, в принципе, живет мое творчество, если можно так сказать. И здесь искать какую-то подоплеку, что это реклама и так далее, не совсем уместно. Потому что это все на бесплатной основе. Я никому ничего не плачу, мне никто ничего не платит. Как-то так. Ну и качество видео, посмотрите, как вам? Нормально? Наступает весна, и, естественно, вот такие вот расцветки цвета солнца, оранжевые, беленькие, может быть, где-то золотистые, может быть, где-то зеленоватые. Они, ну, дарят нам надежду, дарят нам тепло, какое-то понимание уюта. И не всегда телефон должен быть черного цвета. Пока что, резюмируя, подводя итоги, мне первые впечатления от телефона нравятся. Мне нравится только нынешняя цена, с учетом курса, вообще всей ситуации в целом. Поэтому я думаю, что в будущем, если цена снизится, или вы хотите мощный проц, хорошую оперативку, неплохие камеры, интересный внешний вид, очень похож на iPhone, но в руке держится ровно так же, то берите 52 тысячи, кстати, полезные ссылки, где приобрести, может, по каким-то акциям, скидкам, будут в описании под этим видео. Спасибо за просмотр, всего доброго, пока-пока!